Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалмам царя Давида. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Хотя, казалось бы, надо было произнести «Господи, помяни премудрого Асафа и всю мудрость его», потому что мы вошли в период псалмов, которые приписываются Асафу. Православный толковый Библии говорится, «Псалом написан Асафом, точнее, одним из его потомков, живших в позднейшее от Давида время, содержание псалма отвечает времени царя из Икии, когда нападение Санахерима Ассирийского на Иерусалим уже было близко, но когда царь не терял надежды на защиту со стороны Бога». Ну, как мы с вами знаем, царь Давид, он был пророком. Пророки, они приведут будущее. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда возникали новые псалмы, уже после смерти Давида, они могли добавляться в эту псалтырь, как книгу для исполнения общественных песнопений. Псалом 74-й имеет надписание «В конец», то есть в нем некие пророчества о последних временах. «Не погуби», «Не погуби», то есть здесь будет говориться о неких проблемах серьезных, «Псалом песни», то есть это песнь, которая поется, «Асафа». Ну, кто-то может спросить, а разве не каждый псалом является песней? Так как надписания различны, то мы допускаем, что, может быть, указание «Псалом песни» означает действие инструментов или отсутствие действия инструментов. Здесь вот эти указания в надписаниях, они больше относились, конечно, к начальнику хора, который решал, как исполнять тот или иной псалом. И сам псалом, он небольшой, здесь всего 11 стихов. «Прославим Тебя, Боже, прославим Тебя и призовем имя Твое. Я поведаю, вся чудеса Твоя». Стремление прославить Господа, оно заложено в каждого верующего человека. И это проявляется всякий раз, когда, узнав о каких-то великих деяниях Божьих, например, наказание нечестивцам или помощь верующим, мы спешим об этом рассказывать другим людям. Дословный перевод с еврейского «благодарим Тебя, Боже, благодарим, и близко имя Твое рассказывать буду о Твоих чудесах». Здесь мы видим, что близость имени Божьего, о котором по саптуагенте говорится «и призовем имя Твое», оно-то и обеспечивает чудеса, о которых мы можем рассказывать другим людям. Потому что имя Божье обладает чудесной силой. И мы знаем, какие великие чудеса творили апостолы именем Иисуса Христа. Они исцеляли во имя Иисуса, они воскрешали во имя Иисуса и творили многие другие чудеса. Третий стих. «Когда изберу время, я рассужу по правоте». О чем здесь говорится. Дословный перевод будет «когда изберу я срок, прямо я буду судить». То есть это речь Бога, который, как бы обращаясь к людям, говорит, «не пытайтесь торопить мои суды, не пытайтесь вымаливать мои помощи, я совершу то, что я совершу, тогда, когда сочну нужным». «Растаяла земля, и все живущие на ней, я утвердил с толпы ее». О чем здесь говорит Господь? Он как бы говорит, «Хотя вы видите, насколько все на земле призрачно, земля может растаять, и все живущие на ней могут прекратить свое существование, а я утвердил с толпы ее». С толпы ее – это основание земли. А как земля может растаять, и все живущие на ней? Возможный вариант перевода – расплавится земля, и расплавятся все живущие на ней. Вот в случае нанесения ядерного удара происходит нечто подобное. Земля именно плавится, она приобретает свойства стекла, такого мутного, грязного стекла, а от людей остаются только тени на этом стекле. «Растаяла земля, и все живущие на ней я утвердил с толпы ее». То есть я знаю, чем поддерживать эту землю, как обеспечивать равновесие на ней. Столпы земли – это святые, которые молятся перед Богом за всех живущих на земле. Так мы помним, как Аврам молил Бога за жителей Содома и Гаморы. Мы знаем, что Ной проповедовал допотопному человечеству. Особенность праведного человека – не губить людей, не позорить людей, а искать для людей путь исправления. И далее мы читаем, пятый стих. «Я сказал беззаконникам, не беззаконуйте и грешникам, не поднимайте рога». Поднятие рога, мы это уже знаем, это проявление гордыни или такого превозношения. Но иногда, когда говорится, что Бог поднимет рог убогих, имеется в виду, Он вернет их в то славное состояние, в котором они пребывали. «Не поднимайте вверх рога вашего», Феодорит Кирский пишет, «не гордись и не хвались, и не говорите на Бога неправды». Что значит «не говорите на Бога неправды». Иногда мы за Богом решаем, кого Бог любит, кого Бог не любит. Иногда мы проклинаем от имени Бога, когда человек говорит другому человеку, «Вот Господь тебя точно накажет». Ты так говоришь этому человеку, а его покойная мать у престола Божия молится за него. И кого послушает Бог? Не того, который проклинает человека, а того, кто вымаливает человека. Это без сомнения. Ибо наш Бог, Бог христианский, как сказано в Писании, Бог не хочет смерти грешного. Даже сказано, Бог не хочет смерти умирающего. И в Новом Завете сказано, Бог хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание веры. Поэтому мы говорим неправду на Бога, когда представляем его жестоким, агрессивным, пусть даже по отношению к очень нечестивым людям. Ибо ни с Востока, ни с Запада, ни с пустынных гор суд. Это может казаться, что там ветер налетел с Востока и всех погубил. Или с Запада, или с пустынных гор. Суд – это дело Бога. И он рано или поздно рассудит. И смотрите, что отцы пишут. «Грешнику нигде невозможно скрыться от Бога и его суда. Так дополняют святитель Афанасий, Кирилл Александрийский, блаженный Феодорит, Зигабен и другие толковники». То есть, ибо ни с Востока для тебя убежище, и ни с Запада, ни с пустынных гор. Нет. Господь может тебя найти, где бы ты ни был. И в то же время не надо считать, что если землетрясение началось, или там башня упала, погибли люди, что они были хуже других. Господь говорит о таких катаклизмах, как Он однажды сказал. «Вы слышали? Упала башня, погибло столько-то человек. Не думайте, что они были хуже всех остальных. Если не покаетесь, с вами будет то же самое». Поэтому, когда мы слышим о катаклизмах с Востока, с Запада, с пустынных гор, не надо злорадствовать, даже если это наказание явных злодеев, преступников. И мы далее читаем, «Так как Бог судья». То есть, «Так как Бог судья». То есть, ему принадлежит суд. Мы не должны его прерогативы присваивать себе. А от Бога суд и правда, так пишет Зигабет. «Так как Бог судья, одного он смиряет, то есть посылая ему, какие-то трудности, а другого возносит. Ибо в руке Господней чаша с вином нерастворенным». Что значит нерастворенным? Самым крепким, неразбавленным вином. Кстати, в те времена считали, что нельзя пить вино нерастворенное, потому что оно в момент могло опьянить человека. Греки считали вообще варварством пить вино, не смешивая его с водой. Но в руке Господней чаша с вином нерастворенным. То есть, чаша, как бы, она переполнена гневом Божьим. И тут нет места для водички. Одно цельное вино, крепкое. Вино ярости Божьей. Есть такое выражение Библии. Но наполненное раствором, наполненное раствором, то есть, неким таким ароматическим составом, имеется в виду, что иногда в вино добавляли некие ароматические вещества, которые должны были усилить обезболивающее средство. если чаша с вином нерастворенным, это как бы свидетельство о судах Божьих, наполненное раствором, это значит, что суд всегда не без милости. Как я объяснял позицию одного западного богослова, он говорил, у Бога есть как бы правая и левая рука, но это так условно. То есть, у Бога есть свое да и свое нет. Но когда Бог говорит да, вот в его да содержится немножко от его нет. А когда он говорит нет, в его нет содержится немножко от его да. Поэтому да, вино ярости Божьей, но наполнено раствором и наклоняет ее то к тому, то к другому, имеется в виду народу, в зависимости от того, какие их вины и какие их преступления. Но дрожжи его, то есть, окрепость, наказание он устанавливает сам, ибо ему принадлежат все процессы, как кого наказывать. Не истощаются, выпьют все грешники земли, то есть, рано или поздно все понесут наказание за свои преступления, но строго соразмерно в вине. Поэтому он наклоняет эту чашу то в одну сторону, то в другую. А я, восклицает псалмопевец, буду радоваться вовеки, воспевать Богу Иакова, и все рога грешных я сломлю, и поднимется рог праведного. О чем это? Неужели радость псалмопевцев в том, чтобы воспевать Бога Иаковлева, и при этом сокрушать рога грешных, ломать их? Какой может быть в этом смысл? Речь идет о том, что он будет стараться останавливать гнев Божий, насколько это возможно. Поэтому сломать рог грешнику, может быть, показать ему его настоящее место, а это поможет ему. И все рога грешных я сломлю, это можно сделать и убеждением. А с другой стороны, эти слова приписываются и Богу. Возможно такое прочтение. Таким образом, 10 стих отрывается от 11. А я буду радоваться вовеки, воспевать Богу Иакова, это говорит псалмопевец, а 11 стих это слова Бога, а все рога грешных я сломлю, то есть в день суда, и поднимется рог, то есть его мощь и сила праведного. Это произойдет во время страшного суда, когда Господь отделит праведных от нечестивых, как пастырь отделяет овец от козлов и одних поставит справа от себя, других слева, потом скажет тем, которые справа от него войдите благословенный в покой мой, унаследованный для вас от сотворения мира, а потом скажет тем, которые слева от него идите проклятые в огонь вечный, уготовлены дьяволу и ангелам его. И пойдут одни в муку вечную, а другие в вечное блаженство и вечную радость. подпишем. Продолжение следует...